Раньше я считал, что у каждого майнера обязательно должен быть ватметр. Ватметр позволяет узнать точное потребление вашей фермы. То есть ровно то значение, которое намотается на счетчике. Но ватметр это довольно глупое и примитивное устройство. И я нашел замечательную альтернативу. Умная розетка. Фундаментально умные розетки бывают двух основных типов. Те, которые просто позволяют включить или выключить устройство. И те, которые при этом всем еще умеют замерять энергопотребление. Как раз о вторых мы сегодня и поговорим. Умные розетки бывают от сотен разных производителей и работают в десятках разных экосистем. Но в целом принцип у всех одинаковый. Сегодня мы с вами рассмотрим розетки, которые работают в экосистеме Tuya Smart. То есть через приложение Smart Life. И посмотрим на них на примере брендов, которые можно купить прямо в России. Прямо в магазине. И тех, которые нужно заказывать с Алиэкспресса. Прямо сейчас у меня есть розетки трех разных производителей. Hyper, Digma и No Name Brand с Алиэкспресса. Розетка от Digma обошлась мне примерно в 1200 рублей. Hyper примерно в 1500 рублей. А розетка с Алиэкспресса всего за 400 рублей. Но сейчас они вроде бы как по 500-600 стоят. По характеристикам же они абсолютно одинаковые. Каждая из этих розеток выдерживает до 16 А. То есть примерно до 3500 Вт. Все умеют включаться-выключаться через Wi-Fi. Можно создавать таймеры, прочие автоматизации. Все, что должна уметь умная розетка. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Захожу в приложение Smart Life. Вижу здесь все свои умные устройства. И вот давайте посмотрим на мой компьютер. Он сейчас включен. И как я вижу, потребляет примерно 192 Вт электричества. Здесь же в приложении ведется учет всего энергопотребления. Например, за август я уже нажег 117 кВт. Если кликнуть на месяц, то можно посмотреть на график потребления по дням. Вот так вот он у меня выглядит. А еще мы с вами здесь видим, что по каким-то причинам первая ферма у меня выключена. Давайте я ее сейчас включу. Немножко подождем и посмотрим, сколько она потребляет. Ферма наконец-то запустилась и потребляет 470 Вт или около того. Это, кстати, 4 1660 Super и 1 1660 Ti. Ну и давайте посмотрим на график потребления. Сперва он довольно низкий, потому что у меня стояли еще не все видеокарты. Но дальше мы видим, что ферма работает стабильно и потребляет стабильное количество электричества. К сожалению, приложение никак не умеет разделять потребление по времени суток. То есть, если у вас 2, 3 или даже 4-х ставочный тариф, тогда вы все равно будете видеть просто суммарное потребление. Чем же умная розетка лучше ваттметра и почему умная розетка должна быть у каждого майнера? Ну, во-первых, умная розетка ведет учет энергопотребления. Даже если вам это не актуально, это все равно очень интересная информация. Во-вторых, умная розетка позволяет удаленно перезагрузить ферму, даже если она зависла и никак вообще ни на что не откликается. Вы просто ее, по сути, выдергиваете из розетки, а потом включаете заново. Ну и еще вы можете совместить умную розетку с другими умными устройствами. Например, с датчиком температуры. У меня в комнате 24 градуса. И я могу, например, включить кондиционер, чтобы ее охладить, или выключить ферму, чтобы дальше не нагревать. Моя ферма потребляет около 500 Вт. Но если майнинг внезапно выключится или компьютер зависнет, тогда потребление будет около 200 Вт. И я могу настроить автоматизацию. Если потребление меньше 250 Вт, значит нужно прислать мне на телефон уведомление. Умные розетки – это классные устройства, которые облегчают жизнь майнеру, у которого он сам и фермы находятся в разных помещениях. Например, вы дома, ферма в гараже. Или ферма дома, а вы на работе. Что бы ни случилось, вы всегда можете выключить вашу ферму, немного подождать и заново ее включить. Помимо уже привычной ссылки на Криптекс внизу в описании, там же я оставил ссылки на все умные розетки, о которых говорил в этом видео. Лайк, коммент, подписка. Всем прибыльного и стабильного майнинга. Пока!